Лер, смотри, из путешествий, что я тебе привез? Пластиковую бутылочку зеленого цвета, вот такой контейнер, еще бутылочку вот такую, пробок насобирали мы с капой. Отлично. И еще вот такой. Как дать им вторую жизнь? Что можно с ними сделать? Рассказывай. Сейчас расскажу, как мы их будем сортировать, и если вы еще этого не делаете, то самое время начать сегодня. Вообще идея осознанного потребления становится все как-то популярнее в обществе. Очень много проектов появляется, и это не может не радовать. Что такое осознанное потребление, Саш, как ты считаешь? Осознанное потребление. То есть, действительно, нужно понимать, что мусор, который загрязняет нашу планету, все это делаем мы сами. Это дело, как говорится, человеческих рук. И тут можно действительно и сортировать, но главное правильно сортировать, ведь многие люди этого не знают. Да, это правда. И можно сортировать не только пластик, но и, конечно же, и одежда туда уходит. Вообще, до 20 века была такая медленная мода. Платья и костюмы шили долго, поэтому особо много не выкинешь. А сейчас, когда можно пойти в магазин, купить кофту дешевую и тут же ее, в принципе, выкинуть, мусора становится много. Вот, например, в одном только Гонконге каждую минуту выбрасывает в мусор 1400 футболок. Каждую минуту. Каждую минуту 1400 футболок. И вот это вот ощущение возникает, когда шкаф полный, а надеть нечего. Как начать жить осознанно? Для начала стоит посмотреть, каким товаром вы не прикасались уже месяцами. Ну да. И подумать, а вообще надо ли это покупать дальше. Ну, это про одежду ты имеешь в виду, да? Одежду, ну и вообще предметы какие-то вот, ну, бывают такие импульсивные покупки, потом думаешь, зачем, зачем. Неопознанные, да? Зачем, да. Вот, можно провести тест на необходимость. Так. В магазин пойти, взять вещь понравившуюся и положить ее потом обратно на полку. И вернуться только спустя час, два или день, и уже потом понять, насколько... Нужна ли она тебе, да? Да, тогда будет точно уже не импульсивная покупка. На Западе набирает силу движение ноубайи, которые поддержали фэшн-блогеры. Суть в том, чтобы не покупать новую одежду и косметику как минимум год, а использовать старую и об этом рассказывать. Не о том, как, что я новенькое купила, а о том, как можно использовать повторную вещь. Я каждый день это говорю своей супругой. Ну, зачем тебе вот это? И висит пылица потом в шкафу. Ну, и хотелось бы, конечно, поговорить о мусоре, потому что каждый день мы вносим на помойку очень много мусора, и дальше мы не задумываемся, куда он попадает. Ну, то есть все, конечно, это знают, но как он загрязняет планету, все-таки нужно об этом думать. Самый радикальный проект — это Zero Waste, когда он предлагает образ жизни, при котором человек вообще не производит мусора. И я видела, как моя одноклассница это делала, выкладывала в Инстаграм, и это поражает. Потому что за месяц они собрали там, ну, вот такую вот кучку мусора, они не покупали ничего в пластике, ну, то есть радикально они к этому подошли. Но полностью такая безотходная жизнь в мегаполисе — это очень сложно. Трудная задача. Можно начать с малого. Сделать так, чтобы мусора было меньше, он сортировался. Например, попробовать не использовать пластиковые пакеты, завести сумку. Вот эти? Да, да. Их тоже можно сдавать, кстати. Если вы чувствуете, что они износились, их использовать повторно нельзя. Лучше завести какую-нибудь холчевую сумку, авоську, и ходить с ней, не забывать ее брать в магазин. Раньше все так и делали. Раньше все так и делали. У меня тоже есть вот холчевая сумочка, с которой я хожу в магазин. Отлично. Ну, также можно носить с собой бутылку для воды, стаканчик для кофе, если вы часто пьете кофе. Кстати, в кофейне дают скидки, забывают за это. Вот. Ну и попробовать дома сортировать мусор, пластик. Сама я начала с крышечек. Так, вот, крышечки. Да, крышечки отдельно у меня собираются, там, кстати, и батарейка. У нас есть в городе замечательное место, не музей мусора. Говорю про него, потому что сама туда отношу мусор. Находится в самом центре города. Сейчас они переехали на Антонова Алика 12, ежедневно с 10 утра до 8 вечера можно отдавать туда вторсырье. Серьезно? Как хорошо. Да, причем очень много. Не только пластик, также алюминий они принимают, жесть, бумагу, технику, чеки, которые они как-то тоже там повторно используют, они очень вредные, как, я думаю, многие знают. Тетропак, ветошь, одежду, книги, в общем, батарейки, да, они тоже принимают. Все должно быть чистое и сухое. Есть виды пластика, которые не принимают. Советую изучить подробно этим пластиком, не пользоваться, так как он вредный и выделяет токсичные вещества, например, в еду, в которой он лежит. И маркировки, если сейчас говорить, мы сейчас будем пробовать искать на каждом пластике. Есть такие треугольнички. Вот смотри, вот треугольничек, это что означает? Да, вот, один пэт. Это просто вид пластика, который можно сдать в переработку. Его принимают. 6 и 7, я знаю, что не принимают, и как раз-таки они выделяют вредные токсичные вещества. Их, в принципе, нельзя использовать для еды, например. Или кто-то разогревает еду в пластике, что тоже очень опасно. Лерка, вот смотри, а вот здесь есть, если нет? На донышке нет. Нет? Есть? Да, вот один пэт тоже. Ой, как маленько. Здесь мы тоже, да, вот здесь они есть все. Обычно они внизу, но бывают еще в других местах. Нужно внимательно смотреть. Да, конечно, нужно хорошее зрение. А на крышечках? И на крышечках есть? Да, но крышечки собираются отдельно. Сейчас расскажу про крышечки, с которых я начала. Я когда-то вдохновилась примером, но понимала, что сразу это все делать, сортировать, это крайне сложно. Ну, такую привычку вести в свою жизнь. И спросила, с чего начать? Мне посоветовали, начни с крышечек. Так как проект «Добрые крышечки» существует у нас в России уже чуть больше двух лет, волонтеры собирают пластиковые крышки от бутылок и сдают их на завод по переработке пластика, соответственно. Завод принимает крышечки, как вторсырье взвешивает и переводит средства на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Ой, слушай, как это здорово, как это правильно. Поэтому еще и помощь такая вот замечательная, не только экология. Еще раз расскажу, где на Антона Валика 12? Антона Валика 12, не музей мусора, туда можно приносить все. И как раз там во всем разобраться стоят контейнеры, тоже написаны там цифры, треугольнички, и нужно самостоятельно все сортировать. Да, на это нужно время, но если мы хотим заботиться о нашей планете, я думаю, что мы найдем это самое время. Задумайтесь над этим. Лера, тебе огромное спасибо. Теперь я тоже буду искать треугольнички на бутылочках и на крышечках.